Доброе утро, сынок. Будешь просыпаться? Будешь, да? А когда? Нет? Не будешь? А когда будешь? Потом? Будем просыпаться? Не, не хочется? А в садик не хочется? А что хочется? Еще спать? А спинку почесать? А ножку почесать? А улыбаться будешь? Как надо утром улыбаться? Покажи. Вот так? Вот так надо утром? Мой красотик. Давай утром просыпаться и пойдем еще даже чуть в компьютер успею. Хочешь? Перед садиком у нас ритуал немножко в компьютер, да? Сегодня самый знаменательный день, наверное, как у всех этих, да, жителей Кубани. Мы начали копать картошку. Ура! Сегодня мы сколько? Пять рядов, да, с утра? В четыре утра меня разбудили. Для меня это был шок. Ну ничего, я даже сама копала картошку. Я молодец. А медаль себе повешу? Да, медаль себе повешу. Сынка прижал с проверкой. Ну как тебе, сынок? Мама. А нам? Мама, надо сюда съесть? Садись, конечно. Конечно. Ты тут с картошкой будешь? Да. Это кто-то уже кушал, да? Где? Картошку кто-то кушал. Где? Ну вон дырочка. Туда кто-то залазил и кто-то кушал, да? Да. А! Я съездила за Феберлик. В общем, я опять живу. У меня закончилась память на телефоне. И сейчас все скинула. Уже хотела ругаться на Гришку, что он забрал зарядку. Но нет, он не забрал зарядку. А я ем соленый арахис. Блин, он такой вкусный вообще. Спасибо огромное, Оля. Целый пакетища нас угостила арахисом. Вот. И я теперь не могу от него оторваться. Что хочу сказать, что сейчас буду готовить ужин. У нас будут фаршированные перцы. Сначала думала сделать овощные, но нет. Муж мне сказал, что... Ну я увидела его лицо, когда я ему сказала, что у нас будут овощные перцы. Он сказал, что есть уж их сама. Сейчас вот смотрю на свои глаза и хочу себе нарастить ресницы. Кто-нибудь наращивал ресницы? Расскажите мне, как это? Больно, не больно? Сколько по времени? И как вам потом качество своих ресниц? Ну я думаю, что они все-таки портятся. Но насколько потом они восстанавливаются? Долго, недолго вообще? Как восстанавливаются ли? Либо это зависит от... физики, то есть от физического... Ну вообще в принципе от человека. Потому что ногти у всех разные, у кого-то гель-лак вообще не держится. У меня прекрасно. Там вот пять недель я с крайним макияжем проходила... С макияжем! С маникюром проходила, и все прекрасно. Поэтому вот мне прям хочется нарастить ресницы. Не знаю, что с собой поделать. Мне кажется, если хочется, то надо пойти и нарастить, да? Мне звонит муж и говорит... Как он называется, киномонитор? Что сегодня уже премьера мультика. Мультика... Не помню даже какого. А сейчас вам скажу, что чего-то там про монстров, да? И чтобы, может быть, съездим на него. Но сейчас вот я зайду в Краснодар. Главное зайти в Краснодар. Потому что когда-то вот город Краснодар, да, нет, у нас Красная площадь. Чтобы на премьеру попасть. И иногда я захожу на этот сайт. Знаете, в Туапсе такая или где-нибудь, да, в Туапсе, по-моему, на Красной площади. Выбираю. Выбираю себе кино. Так. Расписание. Выбираем. Сейчас буду заказывать билеты. Но если они есть, если время нас строят. Потому что монстры на каникулах. Вот. Сегодня у нас 12-е. Вот, может быть, 19-е. Но меня 3D не устраивает. Сейчас я вот так до сижу, не позвоню. Спрошу, потому что 3D мы не особо любим. Какая красота! Сразу закупили билет. Вот он теперь у нас электронный билет пришел мне на почту. И я там его просто показываю. Либо сейчас уже там стоят для входа по электронному билету эти QR-коды, где сканируются. Поэтому вообще круто. Очень круто. Что сейчас можно все делать, не выходя из дома. Слушайте, как я давно не смотрела YouTube. Сейчас для фона себе включила YouTube на телевизоре. И готовлю, как и говорила, перцы. Для начала отрезала у перцев плодоножку эту. Вынула все. И сейчас закипит чайник. И я все это залью кипятком. Вот. И сейчас займемся фаршем. Я уже подготовила мясо для фаршика. Это кури окорочка, только без косточек. Вот только мясо. Ну, соответственно, да? Сейчас делаю фаршик. Приступаем к самому фаршу, который я уже смолола. Там еще лук под низом. Сейчас я все это перемещаю. Посолила, поперчила. И здесь рис. Много воды, мало риса. Закипит, солью воду. Промывать не буду. Вот. Добавлю еще сюда морковки. И немного просто свежего болгарского перца. Вот этот вот перец уже, видите, он вот в кипятке. И вот тут даже тот, который сверху, да, немного не залился. Я его тут перемешивала, вилочками аккуратно перекладывала. И, по-моему, все отлично. Он размягчился. То есть он уже не будет стоять колом. И я хочу его в мультиварке все-таки приготовить. И люблю, когда вот этот вот фарш именно пережарен. Не знаю, почему. В общем, не спрашивайте меня. И так как уже у нас сезон вкуснючих, сочных, домашних помидорок, поэтому я в этот фарш еще потру помидор. Вот, чтобы кожурка, знаете, осталась. А помидор натереть на терке, чтобы мякоти, сок были в фарше, а кожуры не было. Вот. И потом еще отдельно делаю. Ух ты, все, закипело. Отлично. Я выключаю. Вот, закипело. Я выключила. Сейчас 5 минуточек постоит. Я солью воду. И, в общем, все. Потом рис сюда тоже добавлю. Будет что-то такое странное. Можно не обжаривать фарш. Все смешать с рисом, с луком, с морковкой. Все в сыром виде. Не знаю, почему я люблю обжаривать. Не знаю. Но я готовлю так. Ну, именно перцы. Смотрите, я уже с этой всей начинкой, когда уже здесь перетерты на терке помидорчики, рис, все смешано, я ей наполнила перцы. Это все жутко неудобно, потому что начинка горячая. Перцы как бы тоже. Вроде бы они немного подостыли, но это не очень удобно, не очень приятно, да? Дальше что? Но зато есть плюс в том, что эта начинка, так как она уже практически готова. Здесь немного только влагу возьмет на себя рис, и перцы будут уже вкусные. Их не нужно будет там 2 часа тушить, потому что фарш уже обжарен, он готов. Здесь все практически готово. Поэтому заливку я делаю из вот этих остатков фарша. Здесь прям, наверное, еще половина осталась. Но я сюда доливаю водички, солю, перчу до нужной во вкуса и заливаю все вот это вот. Потому что дети особенно не очень любят сами перцы, они любят больше начинку. Поэтому детям начинка нам перцы. Вот, в общем, практически поровну приготовила. И вот так и будем сейчас делать. Все будет тушиться в мультиварке, я как раз поеду за детьми. Дети у меня сегодня не дома. Помню, говорила я или нет, но Гришка опять поехала купаться в бассейне до Любы и до Богдана. А Афонька в садике, поэтому поеду заберу Афоньку, потом Гришку. И это время все будет мультиварка готовить, очень удобно. Я, кстати, решила добавить не просто воды, еще и сметанки. Так что вот такая вот заливка будет со сметанкой. Сейчас все это закипит, и я все это залью сюда. Хотя можно и не кипятить, да? Сейчас еду, а там милиция стоит. Ну, полиция. И я, короче, не знаю, это такое. У меня такое чувство, что я, блин, не знаю, я прям испугалась. Сегодня меня не остановили, но я очень испугалась. Почему я пристегнута, у меня все в порядке? Чего мне бояться? Не знаю. Это какой-то наш менталитет, только российский, что мы так боимся полиции, или что? Или почему так? Так, сына забрали, весь мокрый, накупался. Нет, не надо. Что случилось, сынуль? Ты такой грустный. Ты хотел покупаться в бассейне. Может, еще и Богдан. Кто есть? Серега, я лучше. Пюрешка? Я лучше поеду. Киндер. И у него такая классная игрушка. Ну, покажи. Черепашка-ниндзя, да? Я тут дома. А, ты дома покажешь? У меня сегодня, короче, в плохом настроении, да? Да, я вон в бассейне купаюсь. Да, хочешь, у тебя ванну воды наберут и покупаешься? Хочешь? Дома, в комнате. А где бассейн? А бассейн еще пока в магазине, но мы его купим. Так, когда подойдем домой? Ну, я не знаю, когда. А мы хотим сейчас у нас покупаться в бассейне? Хотим. Кто разрешает? Мне. Папа. Так, у нас ужин, перчик. Он, правда, перетушился. Папа, убрать перчик. Убрать перчик? Хорошо. Ну, интересно. Мы собрались в кино. Как всегда, на заправку. Интересно, а что ты любоприедешь? Думаю, что нет. Ну, не знаю, посмотрим. Песят на песят. Да. Афоня одевает очки. Ей становится I'll be back. Да, я буду. Григорий Левшин. Афоня, мы припарковались. Афонечка не трогает эту машину. Афонечка не трогает эту машину. Афонечка не трогает делать скиданские аджипы? Как? Ну, военно. Как? А джиппику, конечно, потруднее припарковаться. Да, папа? Мы-то сюда залезли, а джиппик там хотел, а он не смог туда залезть. Пошли, Афонечка. А зачем в речке у нас плавать? Мы в Модис зашли. Маме! Тебе надо такие плавочки? Не надо тебе плавочки. Тоже прям школа. Обычно, когда мы приезжаем, слышишь, в Модис к школе, то уже ничего нет. Тут сейчас есть. Рубашки, да. Да, рубашки. Как ты любишь, да? Короче, Гришка уже взрослаяк. Тебе нравится? Я сам выкручу. Зеленые носки, зеленая кепка. Ну, я оставлял он сам. Нравится? Давай, может, футболку поменьше? Нет. Нет? Нравится? Все, вот так вот, да? Все, все. Так, ну тогда давай, Кутик, воздевайся, сейчас пойдем все оплатим. Скажи маме. Красавчик. Нравится? Да. Будешь носить? Да. Если будешь, давай возьмем. Не надо. Мне нравится тоже. Покажи. Одень, покажи. Покажись. Нормально? Да. Берем? Мам, эту подавать. Ну, подожди, нужно сейчас за нее заплатить. Да. Ага, небоскреб, да. Да. Он что, танцует? Ага. Я не знаю, я не смотрела. А вот они, монстры на каникулах. Что, мы сфоткаемся с монстрами? Да, сфоткаем. Чиз. Чиз. Нет, что-то одно из этих. Вот, тут еще какой-то экран даже с диванчиками. Мам, тебе еще воду. В воду давай. А, да? Помнишь, мы на первом, да, ряду? Да. Туда было удобно. Афоня, Антоша тогда был маленький, да, бегал. Помнишь, в кроссовках светящихся? Гришка, теперь что-то обирает. Тебе понравилось? Да. Интересный, да? Здесь все поливается. И Гриша хочет, чтобы он тоже поливался, да. Все, сейчас осталось найти свою машину. А вон наша машина, Гриш. Пошли.